Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Денис Гнатенко, представитель компании Beeline Business. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Денис, у вас была спикер-сессия буквально вот-вот, недавно, и мы вас тут же поймали и привели к нам сюда. Давайте немножко подробнее о теме. Да, совсем по горячим следам. Мы в Beeline Business занимаемся рекламными продуктами, разрабатываем рекламные продукты, продукты, основанные на данных, так как мы, как оператор сотовой связи, имеем различные данные и можем их использовать для рекламных коммуникаций. На сессии я рассказал, как Beeline и производители, и ритейлер могут совместно сотрудничать и получать взаимную выгоду. Именно в Beeline есть различные инструменты рекламные, которые могут помогать решить задачи ритейла и локального производителя для увеличения выручки совместной. Учитывая того, что мы можем собирать различные сегменты потенциальной аудитории, мы можем коммуницировать с вашими клиентами, мы знаем их поведение, мы знаем их интересы, мы знаем их геолокацию, соответственно, можем точечно коммуницировать и поддерживать продажи в конкретной точке. Если, например, взять локального производителя, то можно начать с рекламы в интернете и показывать целевой аудитории, кто является потребителем данной категории. Дальше можно точечно провести смс-рассылку для тех магазинов, в которых он продается, на тех жителей, которые живут рядом и являются как покупателями, так и покупателями других сетей. Это не имеет значения, можно прокоммуницировать и с теми, и с другими. И далее у нас есть отдельный стрим еще с инстор-индор рекламой, когда мы показываем рекламу на прикассовых экранах. Также есть возможность озвучивать аудиорекламу в сетях. И, соответственно, это довершает цикл, когда клиент приходит на кассу, он видит еще раз напоминание бренда, возьми и не забудь его купить. И это дает такой полный цикл поддержки локального производителя и его поддержки. Ритейлер со своей стороны получает приток новых клиентов за счет рекламы локального производителя, но мы помогаем во всем это точно взаимодействовать. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, о том, как это происходит. Получается, вы только можете разместить эту рекламу, либо можете сделать ее под ключ, что какой-то локальный производитель или ритейлер, обращаясь к вам, может уже сделать решение от начала и до конца? Да, у нас на самом деле есть разные варианты. Мы как работаем с прямыми клиентами, то есть мы можем и с производителем работать, и с ритейлерами, мы с многими партнеримся. И также мы работаем с рекламными агентствами. Соответственно, рекламное агентство делает все под ключ, к нам приходят за конкретные задачи, мы решаем эту задачу, и клиент счастлив. Это хорошо. Давайте немножко расскажем о том, ваше выступление было, вас слушали, и были, наверное, какие-то отзывы, были согласны, не согласны, были люди, которые видят правильность вашей позиции выбора вектор развития бизнеса и рекламы, или были люди, которые говорят, что-то не работает, мы предлагаем что-то другое? Ну, на самом деле были вопросы про кейсы, да, какие были уже результаты, немножко поделились этим, плюс обсудили изменения на рынке, то, что ряд международных игроков, да, социальная сеть и поисковик отключили монетизацию, какие-то признаны экстремистскими. Соответственно, это видоизменило немножко возможности рекламного инвентаря, а у нас есть, собственно, программатик решения, который имеет собственный инвентарь, мы можем показывать рекламу как на множестве рекламных сайтов, так и в мобильных приложениях, в смарт-ТВ, и это нам сделает более независимыми в этой ситуации, и можем коммуницировать с потенциальными клиентами. Спасибо большое, пожелаем вам удачи, и надеюсь, что и в следующем году мы встретимся, вы поделитесь своими победами за этот год, и покажите нам вектор развития на следующий. Обязательно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok